Мы поддерживаем полностью свои заявленные требования, просим признать незаконными данное представление прокуратуры, считаем, что в нашем случае отсутствует конфликт интересов. Так, статьей 27 фирменного закона номер 7 конфликт интересов, это когда лицо некоммерческой организации извлекает выгоду использования распоряжения на имущество некоммерческой организации. В нашем случае отсутствует извлечение какой-либо выгоды использования распоряжения имущества некоммерческой организации, то есть больницы. В пункте второго закона сегодня предусмотрены, что заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы непосредственно некоммерческой организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности. Мы считаем, что глава Зуброва Сергея Федоровича прежде всего руководствовался данным положением и основными целями деятельности больницы. Это оказание медицинской помощи в условиях пандемии и нехватки профессионального медицины про персонала. Кроме того, мы считаем, что работа, получается, родственников, либо состоящих в свойстве роста учреждения здравоохранения, заинтересованные лица, не противоречит. Поэтому просим нашу требования длительности. Полагаю, что административно-исковое заявление Зубарева в прокуратуре не является обоснованным, поскольку, первое, Зубарев в данном случае является недлежащим исццом. Поскольку акт прокурорского реагирования внесен не Зубареву, а должностному лицу, главному врачу ГБУС Клинцовской ЦГБ, а руководитель департамента здравоохранения Баранской области. А следовательно, требования этого акта, реагированные, приверенные не к административному исццу, не порождают в отношении него возникновения каких-либо прав и обязанностей. Более того, по результатам рассмотрения представления прокурора города Клинц 25 марта 2021 года, департаментом здравоохранения на Зубарева не возложены какие-либо конкретные обязанности, и он не привлечен к ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Доводы представителя лица о том, что внесение данного акта реагирования затронуло его честь и достоинство в ходе судебного заседания ничем не подтверждены. С учетом изложенного считают, что факт внесения представления прокурора города Клинц и руководителя департамента здравоохранения Баранской области не затрагивает права административного лица, так же как и его законные интересы. Следует также отметить, что обязанность по уведомлению представителя-работодателя о возможности возникновения конфликта интересов исполнена Зубаревым 16 марта 2021 года. Однако прокуратуре города стало об этом известно. Уже после внесения акта реагирования, а конкретно в ходе изучения ответа департамента здравоохранения на оспаривание представлений, по нашему мнению, Зубарев, как главный врач Кбус-Плинцовская ЦГБ, ЦГБ, являясь работодателем в отношении своей супруги и сыновьям и в связи с осуществлением трудовой деятельности, фактически совместной, обязан в силу статьи 11 Федерального закона номер 273 ФТЗ о противодействии Таркусы принимать меры по предотвращению возможности возникновения и возникновения конфликта интересов, что в ходе прокурорской проверки сделано Зубаревым, но не доведено до сведения прокурора города Клинцы. Более того, следует отметить, что данное уведомление рассмотрено департаментом здравоохранения Барянской области. С учетом изложенного считаю, что оснований для признания недействительного представления прокурора города Клинцы 25 марта 2021 года, номер 64 дробь 2021 не имеется, в связи с чем прошу суд отказать в удовлетворении административных исков и требований Зубарева к прокуратуре города Клинцы. У меня все в вашей честь. Решение именем Российской Федерации. Вводная результивная часть 9 июля 2021 года города Клинцы. Клинцовский городской суд Брянской области в составе председателя СОЧ-судей Кобы с пристаре Самсоновой, с участием представителя административного ИССА Погорельца, представителя административного ответчика прокуратуры города Клинцы Брянской области Олифиана, рассмотрев открытым судебном заседании административное дело номер 2А 1050 дробь 2021 по административному исковому заявлению Зубарева Сергея Федоровича к прокуратуре города Клинцы Брянской области о признании незаконным представление прокурора города Клинцы Брянской области от 25 марта 2021 года, номер 64, 2021, в части конфликта интересов, руководствуясь статьями 175-180-227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд решил в удовлетворении требований административного искового заявления Зубрева Сергея Федоровича в прокуратуре города Клинцебрянской области о признании незаконным представление прокурора города Клинцебрянской области от 25 марта 2021 года, номер 64, 2021, в части конфликта интересов, отказать. Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции, судебную коллегию по административным делам Брянского областного суда, месячный срок с датой изготовления судом решения в окончательной форме с подачей жалобы через Клинцовский городской суд Брянской области. Решение суда в окончательной форме будет изготовлено в течение 10 рабочих дней. Судебное заседание объявляется закрытом.